Ребята, это огромнейшее обновление от Google Gemini, про которое должен услышать каждый. Google полностью шокирует всю индустрию и, по сути, действительно делает прорыв в развитии AI, анонсировав свою новую нейросеть под названием Gemini, а точнее ее новое огромнейшее обновление, которое убивает все существующие модели. Во-первых, по тестам она превзошла все существующие модели по всем различным тестам, изображений, математики, всем-всем. Во-вторых, по ценам оно бесплатное. И, в-третьих, по своим возможностям. Помимо этого, этот искусственный интеллект внедряется во все вокруг, начиная с телефона в Pixel, где он будет встроен сразу же в операционную систему, а потом шаг за шагом будет внедряться во все продукты Google. То есть это коснется каждого, кто хоть как-то использует Google. Поэтому смотрите, что это за Gemini, что оно может делать, и главное, что вы с ним сможете сделать. Самое мощное обновление Gemini, почему про это говорят сейчас все, это именно его мультимодальность. То есть это означает, что одна языковая модель объединяет в себе все. Аудио, видео, изображение, код, текст. Все это анализирует. И самое главное, обрабатывает все это сразу, одновременно. То есть, допустим, чат-GPT натренирован на одной языковой модели, миджорни на другой, далее на третьей, это все объединено. В чате-GPT, в принципе, ты можешь делать и картинки, и тексты, но ты не можешь это делать одновременно. То Gemini использует одну модель. Ты в него можешь писать тексты, одновременно загружать картинку с музыкой. Он все это вместе объединяет в одну дорожку и выдает тебе уже ответ. С картинками, с музыкой, с текстом и так далее. Это как будто у тебя есть один инструмент для всех задач. Все происходит в одном едином месте в реальном времени. Про телефоны. Помимо внедрения Gemini в BART, он также внедряется в телефоны, начиная с Pixel. И это будет не отдельное предложение на телефоне, а это будет в самой операционной системе вашего телефона. Как это будет? Что они показывают? Ты заходишь себе в мессенджер, печатаешь сообщение, и вместо T9 у тебя искусственный интеллект уже в системе. Он помогает тебе отвечать, суммировать твои сообщения. Или ты в реальном режиме берешь телефон, снимаешь, оно тебе в реальном времени изменяет твое изображение. Либо ты снимаешь ночью, но в реальном времени улучшают тебе фотографию. Либо редактируют фото. Ты наводишь камеру на цветок, спрашивая, что это за цветок. Он его анализирует, он тебе отвечает, что это за цветок. Помимо этого, ты можешь загрузить свое фото комнаты, этот же цветок и спросить, подойдет ли этот цвет для этого цветка, куда мне его ставить. Либо ты готовишь, спрашиваешь, когда мне лучше перевернуть. Он тебе анализирует и отвечает, когда лучше перевернуть еду или как это лучше приготовить. Либо фотографируешь свою одежду и говоришь, а с чем ее лучше носить? И он тебе отвечает. Скорее всего, в будущем это будет вообще вот так. Вот ты в зеркало заходишь, смотришь на себя, говоришь, мне это идет или нет. Он анализирует и говорит, по твоему типу фигуры, скорее всего, это тебе не подойдет. Либо это лучше носить с юбочкой. Как вам такое? Потому что помимо мультимодальности, эта модель отличается еще своей логикой. То есть, если в чат GPT ты пишешь запрос, он генерирует ответ, то в случае с Gemini он выстраивает логическую цепочку и только после этого дает тебе ответ. То есть, как бы размышляя. Это можно увидеть с вот этих примеров. Ты что-нибудь рисуешь, он вместе с тобой считывает это, подсказывает, как тебе лучше это нарисовать, в каких цветах это лучше сделать, что это вообще такое, где оно может быть и так далее. Переводит тебе это на разные языки, смотрит на картинку и подсказывает тебе, где оно обитает. Моментально разрабатывает интерактивные игры. То есть, ты ему показываешь карту и она придумывает игру «Угадай страну». И вы начинаете в нее играть. Она тебе задает разные вопросы, ты тыкаешь пальчиком, она анализирует и говорит, да, правильно, ты правильно ответил. Либо в реальном времени следит за объектами и угадывает, где они. Вы просто понимаете, что это вообще дает. То есть, по идее, он реально видит и обрабатывает информацию намного быстрее. То есть, он может замечать те вещи, которые человеческий глаз не замечает. Как вам такое использование в казино? Не знаю, как они будут с этим бороться. Либо анализирует и тебе рассказывает про разные техники фокусов. Человек заменил монетку, она это объяснила, как он ее заменил, используя какую технику. Показываешь ей клубки, а она тебе говорит, что с ними можно сделать. И помимо этого, ты еще можешь спросить, как это сделать. И она тебе найдет, как шаг за шагом сделать вот такую вот свинку. Или, как ее попросили подготовить день рождения для дочки. Она спросила все уточняющие вопросы, которые обычно бы спросило агентство. И на основе этого сгенерировала все, что нужно для праздника. Идеи, какие стенды, какие украшения, какие тортики, какие активности, какая еда будет на празднике. И все это, когда ее спросили, как приготовить такие кексики, она шаг за шагом показала, как это сделать. Как делать именно такие кексики. Как ей дали всего за рисунок чего-то там по циферкам. Она автоматически это считала и сказала, что это краб. После чего люди обвели и увидели, что это действительно краб. Она по рисунку не только сказала, что человек рисует, это уже для нее легко. Ай сразу же воспроизвела этот звук, чтобы дать человеку послушать, как звучит то ли иной объект. Потом человек дорисовал усилитель, и она говорит, о, это уже электрогитара. И она сгенерировала, как звучит электрогитара. Потом человек дорисовал барабан, и она создала полностью музыку, используя гитару, электрогитару и барабан. Как вам вообще такое? А добавив пальму, она с этого всего сгенерировала еще такую музычку, оля, в стиле пляжа. Далее она угадывает фильмы по знаменитому движению, угадала, что это движение с матрицы. И предсказывает будущее. Правда, здесь, конечно, она бы не предсказала, кот все-таки не запрыгнул на шкаф. Но самое интересное кроется в следующем. Когда ей показали картинку уточки, и показали ей две дороги, куда этой уточке пройти, она сказала, что, а, я вижу уточку слева, она мне друг, она мне ничего плохого не сделает, а если я пойду к медведю, то может случиться что-то плохое, и она выбрала пойти к медведю. То есть мы видим, как действительно она размышляет шаг за шагом, объясняет это человеку ее логику. Или еще можно теперь загрузить свою задачку, как ты ее решил. Она проанализирует, как ты ее решил, и подскажет, правильно ли ты это сделал, неправильно ты сделал. И подсказывает, как бы она решила бы, как правильно решить эту задачку. В общем, я думаю, что вы убедились, что эта модель действительно может размышлять. И это просто что-то невероятное. Представляете, сколько всего появится благодаря только вот этой модели. Обучение с помощью UI для детей, я уже это вижу. Для студентов, да. Репетиторство, да. Всякие шоппинги, не шоппинги, да. Gemini будет представлена в трех версиях. Это важно, это не разные языковые модели. Первое, Gemini Ultra. Самая мощная модель, она как раз разработана для самых сложных задач. И она обладает очень высоким уровнем производительности. Она будет платная, ему можно будет подключать к разнейшим программам решения. Gemini Pro. Это будет версия для свободного тестирования, и она будет внедрена в BART. Пока я не заметила, что она еще внедрена, но, возможно, вот в скором будущем вот-вот она там появится. Она будет подходить для широкого спектра задач, где не требуется прям самая мощность ультра. Но важна высокая производительность. И Gemini Nano, она специально разработана для смартфонов, для планшетов. И пока известно, что она уже будет внедрена в операционную систему Pixel 8 и выше. Следующее, кодинг на новом уровне. Gemini хорошо понимает и генерирует код на Python, на Java, C++ и Go. И сейчас, как рассказали разработчики, Gemini пишет код с нуля на 85% точно. А если дать ей самой же перепроверить ее код и подкорректировать, то получаем правильный код в 90%. То есть вы вообще понимаете, что в действительном будущем можно будет разрабатывать самому приложение. И это показывают разработчики, как она сделала прототип меньше, чем за минуту. Ее попросили сделать веб-приложение для локаций поездов. И она меньше, чем за минуту сгенерировала готовый прототип. Это просто взрыв. Также случилось обновление в Alpha Code 2, которое сделано на базе Gemini. Ей дали задания, которые дают на соревнованиях по кодингу. И это задание выполнили меньше, чем 0,2% участников. И она с ним справилась. И самое главное, как она с ним справилась. Она разложила большую сложную задачу на мелкие подзадачи, менее сложные. И вот так вот раскладывала, раскладывала, раскладывала до тех пор, пока она ее не решила. И самое интересное, что она не только знала, как применить эту стратегию, но она еще сказала, когда и где. Помимо этого показывают, как Gemini может превращать изображение в код. Ей загрузили изображение дерева и попросили ее преобразовать дерево в формат CVG. И хоп, она это сделала. Потом разработчик говорит, что, о, ты можешь написать код, который будет визуализировать это дерево на Java. И Еронка такая, да, конечно. И написала код, который визуализирует это в Java. Также про аудио. Почему мы получаем плохие аудиодорожки? Без правильного ударения, без правильных паз. Потому что нейросеть ранее просто воспроизводила звук. Теперь же Gemini, она анализирует каждое слово. И она понимает, что каждое слово значит. Соответственно, аудио будет на новом уровне. И анализ данных на новом уровне. Команде разработчиков нужно было обновить данные с 2019 года. После 2019 года было опубликовано более 200 тысяч научных статей. И они говорят, что человеку это просто нереально проверить это все. Они за обеденный перерыв загрузили по правильному промту. Кстати, промтом они поделились, если хотите, я его скину в Telegram. Попросили проанализировать его 200 тысяч статей и выбрать с них релевантные статьи, чтобы обновить статистику, обновить данные. Она за обеденный перерыв это сделала. С 200 тысяч она сделала 250. Обновила данные. И после обновления данных она также из-за возможности кодинга, из-за возможности визуализировать это все, она еще и нарисовала новую картинку с новыми обновленными данными. У меня нет слов. Но это пока всего лишь анонсы. Мы это все не можем попробовать вживую. В Барте, по крайней мере, пробовали, не получилось. Но Google уже заглядывает в будущее. Здесь немножко становится страшно, потому что Google хотят внедрить вот эти чипы в роботов. Потому что они хотят, чтобы роботы не только делали, а еще и чувствовали. Ну и в общем, что дальше? Не развитие захватят мир, роботы всех перебьют, потому что у них будет чувство. И все выйдет из-под контроля. Надеюсь, так не будет. То, что было, я уверяю, что это была малая часть того, что Google представили, показали. В конце они сказали, что задача стоит как раз именно за инновациями, а не доработкой существующих моделей. Поэтому, честно, интересно, до жути, что же будет в следующем году. Кстати, скоро пройдет одна очень крутая конференция по AI. Я ее жду еще больше всего, потому что хочу увидеть, что же там разрабатывается. Обычно на таких конференциях говорит все инновации, а потом это внедряется в следующем году. Поэтому подписывайтесь, если не подписались на канал. Конференцию изучим. Должна была туда лететь, не полетела, к сожалению. Но обязательно проанализирую все, что там, доклады и расскажу вам. Я думаю, что это будет нереально полезно услышать. Будьте в центре событий. Мы всегда там. Удачки. Пока.